Доброе утро! Каждый будний день мы просыпаемся раньше вас, чтобы сделать ваше утро по-настоящему позитивным и интересным, насыщенным актуальными новостями и новыми знакомствами. Программа «Утренний эспрессо» работает в прямом эфире телеканала «Беларусь-4 Брест». Здравствуйте! Сегодня утро понедельника. С вами по традиции встречаем мы Екатерина Чапорук и Виталий Иванов. Психологи уверены, для того, чтобы быть счастливым, не нужно мечтать о несбыточном. Нужно научиться радоваться мелочам, гнать от себя чувство зависти и вины, совершенствовать себя внешне и внутренне. И тогда гормоны счастья будут поступать в мозг непрерывным потоком. Установлено, что выработка эндорфинов повышается при физической нагрузке. Получасовая тренировка дарит кайф на целых два часа. Дольше удовольствует ощущение подтянутости собственного тела в придачу к этому прекрасному настроению. Не стоит также забывать и о главном лекарстве от всех болезней – это смех, который поднимает и настроение, и продлевает жизнь. Ну, наконец, выработку эндорфинов стимулирует любая деятельность, связанная с достижением определенной цели. Так что мечтайте, ставьте перед собой реальные, но не совсем легкие задачи. Ищите их решения, находите и получайте удовольствие от выполненной работы. Ну, а пока вы занимаетесь списком таких задач, которые мы вам предложили, мы также предлагаем посмотреть анонс сегодняшней передачи. Скоро мы вернемся к вам. Оставайтесь с нами. Сегодня в утреннем «Эспрессо». Подарки для детей и взрослых. Сразу два подарочных сертификата разыгрываем в прямом эфире. Медали Франциска Скорыны, преподаватели Брестского государственного технического университета, получили награды высшего достоинства. Безопасная вода. О качестве питьевой воды в Бресте поговорим со специалистом. Так еще раз всем доброе утро. Просыпаемся, заряжаемся энергией, позитивным настроением. Конечно, чашка ароматного утреннего эспрессо должна быть рядом с вами. Любопытная информация, которая сегодня будет сопровождать весь наш эфир. Надеюсь, немножечко будет информировать вас больше, чем в другие дни. И по понедельникам мы стараемся, чтобы информация была самая интересная. Мы снова вернемся к шоколаду, потому что именно шоколад, говорят, тоже поднимает настроение. У нас сегодня про настроение была вся утренняя тема. А к шоколаду мы вернемся с интересным исследованием. Ученые нашли способ помочь кондитерам изготовить обезжиренный, но вкусный шоколад, используя для этой цели электромагнитные поля. Вообще шоколад является одним из самых популярных продуктов в мире. При этом от 40 до 60% его содержания составляют жиры. Так что увлечением этим лакомством вряд ли здоровое удовольствие. Производители сладостей давно пытались изготовить шоколадную продукцию с низким содержанием жира. Но однако снижение уровня жиров в процессе приготовления жидкого шоколада нельзя опустить ниже 36%. И вот в этом случае начинаются проблемы. Использование меньше количества какао-масла приводит к закупориванию машины по производству. И получается проблема. Ну и в целом конечный продукт слишком получается тугим и невкусным. В новом исследовании ученые исправить это упущение решили путем применения электрического тока, направленного в жидкий шоколад. Где ток помогает субстанцией течь по трубам кондитерских машин. Этот метод, носящий сложное название электрореология, предотвращает образование комков из твердых частей с какао, которые плавают в жидком шоколаде. Но за счет образования электроцепи, которая приводит к движению в этой шоколадной массе более быстрому движению, что способствует незакупориванию этих частей. Кондитеры могут, скажем так, говорить ура, они добились того маленького результата и успеха. К тому же они могут использовать, соответственно, меньшее какао-масло, калорийность понижается. А вот люди, которые дегустировали данный продукт, сказали, что он даже вкуснее обычного. Электрический шоколад? Электрический шоколад, почему бы и нет. Так что, пожалуйста, кушайте шоколад по утрам. Кушайте шоколад простой, пока еще, да, вряд ли у нас еще появился в продаже такой шоколад. Но горький, конечно, лучше. Но это все эксперименты, надеюсь, что они будут полезными. Остается лишь надеяться, что никаких изъянов в этом методе не обнаружат, и сладкоежки смогут себя баловать шоколадом чаще, не опасаясь за свою фигуру. Мы же прямо сейчас узнаем, поднимет ли нам настроение погода. Партнер прогноза погоды – компания Белтелеком. Смотреть телепередачи, использовать интернет и звонить по телефону заметно выгоднее с использованием пакета Ясна. Пакет Ясна – это три услуги с безлимитными телефонными звонками внутри сети Белтелеком. Дополнительную информацию традиционно можно получить на сайте белтелеком.бай, а также по телефону 130. Смотрим погоду. КОНЕЦ КОНЕЦ Доброе утро, Брест! Привет, Брест! Привет, просыпайся! Гуд Монин! Доброе утро! Всем хорошего дня! Доброе утро, Брест! Доброе утро с чашечкой эспрессо! Доброе утро! Еще объявлен западный обход Бреста. Такое решение принял областполком. Объездная дорога вокруг областного центра является социально значимым объектом для города и региона в целом, поэтому будут приложены максимальные усилия для быстрого окончания этого строительства. Планируется, что к 2019 году магистраль оптимизирует транспортные потоки и соединит автодороги Р-17, Брест, Граница, Украина и М1. А также международные автомобильные пограничные пункты пропуска, Брест, Респа и Козловичи. Молодежь также примет активное участие в возведении западного обхода. Первый отряд, в составе которого трудятся студенты Брестского государственного технического университета, учащиеся политехнического колледжа, уже приступил к своим обязанностям. Ребята занимаются дорожными работами, укладкой плитки, благоустраивают прилегающую к дороге территорию, наверное, цветочки в том числе. Рановато еще, правда, ничего, для себя. В течение третьего трудового семестра на этом объекте будет задействовано более 100 юношей. Всего же с 1 мая в Брестской области в таких студотрядах уже отработали 2165 человек. Кроме того, свыше 250 студентов Брестского государственного технического университета трудились на территории строящейся атомной электростанции в Островце. В июле такие строительные бригады участвовали в сельскохозяйственных работах, а также, кроме студентов, к ним присоединились и педагоги. Ну, с начала третьего трудового семестра территориальные комитеты БРСМ заключили с предприятиями Брестской области договоры на временное трудоустройство более 6 тысяч человек. Как видите, серьезно настроена молодежь региона, что не может не радовать. Мы же прямо сейчас переходим к событиям, которые день сегодняшний отметили в истории. Календарь. 18 июля знаменовано следующими событиями. В 64-м году в Риме вспыхнул пожар. Один из самых страшных в истории города. Пламенем была охвачена большая часть города. Множество великолепных храмов, дворцов и общественных сооружений превратилось в руины. Сотни горожан погибли. Пожар бушевал пять дней. 682 года назад, 18 июля 1334 года, начато строительство колокольни собора Санта-Мария дель Фьоро во Флоренции. Самое знаменитое архитектурное сооружение итальянского Средневековья и Возрождения. Строилось около шести веков под руководством шести архитекторов. Сегодня это четвертая по величине церковь в мире. В этот же день в 1870 году на заседании Вселенского собора в Базилике святого Петра был принят догмат о непогрешности Папы Римского. Согласно ему, вероучительная безошибочность Папы является даром Святого Духа, данным ему как преемнику апостола. 48 лет назад, 18 июля 1968 года, американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мурр зарегистрировали компанию по названию NM Electronics, вскоре переименованную к Intel. Поначалу компания занималась выпуском статической оперативной памяти, а в 1971 году создали первый микропроцессор. Уже к началу 1980-х годов компания стала главным в мире производителем процессоров. 18 июля 1985 года появился первый Тетрис. Это одна из популярнейших игр в истории, была создана российским программистом Алексеем Пожитновым. За 20 лет существования все виды Тетриса разошлись по всему миру фантастическим тиражом. Его оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре. 18 июля 2009 года в знак признания вклада бывшего президента Африки в дело мира и свобод Генеральной Ассамблеи ООН учрежден и ежегодно отмечается Международный день Нельсона Манделы. В рамках празднования этого дня представители фонда Манделы призывают всех и каждого потратить 67 минут. По одной минуте за каждый год общественной деятельности президента, чтобы сделать в этот день что-то доброе и важное. Новый рабочий день. С вами встречает программа «Утренний эспрессо». Мы работаем в прямом эфире телеканала «Беларусь-4 Брест», телефон студии 21-55-65. И уже пора брать телефон в руки, ведь прямо сейчас разыгрываем подарок для малышей. На кону сертификат на посещение детской игровой комнаты «Рио». Отличный яркий красочный сертификат, вот такой вот синенького цвета в основном. Вы выигрываете его, и ваш малыш наслаждается целый час пребыванием в этой чудной детской комнате. Для того, чтобы получить этот приз, вам нужно ответить на наш вопрос. Угадывать будем маленькое животное. Итак, доказанный факт, что это животное может упасть с высоты в 30 метров и при этом не получить ни одного повреждения. Все благодаря строению тела и также пушистому хвосту, который они используют как парашют для баланса. Подсказывать нельзя? Я думаю, что, может быть, люди немножко подумают с утра пораньше. Все-таки легкая загадка и задача, мне кажется. 21-55-65, телефон в студии прямого эфира. Животное прыгает, бегает. Животное прыгает, бегает. Интересные факты у нас есть, связанные с этим животным. Не будем раскрывать, конечно же, название, но тем не менее. В современном мире насчитывается около 365 видов данного животного. И на расстоянии около 20 футов способны прыгать эти маленькие зверяки, а это ни много ни мало, более 6 метров. Я немножко собью наших телезрителей, добавлю сложности в вопрос, хоть как ты считаешь, он очень простой. Последнее издание «Красной книги» — это животное включено в дополнительный список. Оно не включено в «Красную книгу», но есть тенденция того, что... К сожалению. Да, причем это у меня очень удивило. К сожалению. Да, вот это удивительно, потому что мне кажется, что достаточно распространенное, маленькое, пушистое, чудное животное. Есть у нас звонок телезрителя. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Очень рады слышать вас, Михаил. Для кого будем выигрывать сертификат? Для деток своих. Отлично. И все-таки давайте узнаем, что же за животное такое. Я думаю, что это белка. Конечно, правильно, абсолютно правильно. Судя по голосу Михаила, серьезный подход с самого начала. Я даже встревать не пытался. Поздравляем вас. Поздравляем. Вы получите сертификат. Оставайтесь на линии, вам расскажут, что делать с этим дальше. Скорее всего, вам расскажут, куда идти, как это будет происходить. На самом деле, белка вне висена в дополнительный список в «Красной книге» последнего издания из-за катастрофически быстрого сокращения количества. Я бы еще добавила один интересный факт, который мне показался очень любопытным. Дело в том, что белки страдают просто феноменальной забывчивостью. И очень часто они забывают, где сохраняют свои запасы. Только 40%, показывая статистика, они съедают тех орехов, которые приготовили. Ну, орехов, семян и всего прочего. Ну, а все остальное, получается, что трудолюбивые пушистые создания собирают для других жителей леса. Вот такие вот интересные зверьки, кстати, которые обитают даже в Бресте. Я бы так сказал, зверьки из детства. Ну, продолжаем говорить на детскую тему. В рубрике «Человечки» стафету перехватывают наши юные телезрители, которые спешат рассказать о своем любимом животном. Смотрим. Я люблю лошадь, потому что мне она очень нравится. Я на ней могу кататься все время. Как у моей бабушки есть такая лошадка. Ее зовут Кшивка. Мое любимое животное – это котик, потому что оно милое и приятное. Мне кажется, заяц. Просто у меня мягкая игрушка – это заяц. Кошки. Потому что они очень такие хорошие. Ласковые. Ласковые. Там две собачки, я с ними играю. Цыпленки. Потому что они маленькие. Лошадь. Потому что мы когда в деревне там живем, у нас есть лошадиная ферма. А так у нас никакого нет животного, потому что мы нашего кота отдали в деревню. Он теперь куда-то на горы сбежал. Ну, охотится, и там разные добычи. Он никогда не возвращается. И у нас теперь, и моя животная теперь лошадь. Вот. И его зовут Зуз. Есть такое название. Я люблю котиков, потому что они хорошие. Отличные, позитивные малыши. Главное, что ребятам все-таки нравятся животные, потому что я думаю, что это очень важно для воспитания. Правда? Ну, все обещания позитивны. Вообще, белорусы все очень позитивные, добрые люди. Да. Доброе утро еще раз всем, кто к нам только что присоединился. Мы рады вас видеть. Точнее, знать, что вы видите нас. Мы продолжаем делиться с вами только самой интересной, актуальной информацией о жизни региона. Итак, брестские остановки общественного транспорта стали умнее. А все потому, что на них появились табло подсказки с онлайн-расписанием. Установлены они в киосках Брест-Гор-Транса. Как бы лицом к пассажирам. Таким образом, предприятие приучает горожан к комфорту. Подробная информация о прибытии транспорта на данной остановке доступна в онлайн-режиме. Наш утренний корреспондент Мирослава Маньковская успела испытать новинку. Посмотрим. Умная остановка – это остановка, оснащенная планшетом с расписанием движения городского транспорта. Для удобства значок каждого вида выделен определенным цветом. Автобусы – зеленым, маршрутки – серым. В скором времени добавят еще один цвет с указанием троллейбусов. Пока такие удобные новшества можно увидеть в киосках Брест-Гор-Транс только на трех остановках. Проспект Машерова, Центр молодежного творчества и Мостовая. На экране виден номер маршрута и время, через который прибудет машина. У наиболее частых маршрутов указывается не только первое время, но и второе, и даже третье. Пока устройства работают в тестовом режиме и являются только частью большого проекта. В конечном итоге у меня остановка – это будет полноценное табло, которое будет расположено непосредственно на остановочных пунктах, не в киосках. Они будут работать постоянно, круглосуточно. Точное время прибытия транспорта определяется благодаря приложению Яндекс.Транспорт, установленного на планшет. Он стал доступным для брещан в мае этого года и возможен для скачивания владельцам смартфона или планшета системой ИОС и Андроид. Отображен список ближайшего транспорта, время прибытия. Также первое-второе время, когда, если более много маршрутов, ну, в частности, маршрутка. Можно выбрать, например, маршрут 15 и посмотреть весь маршрут следования его на карте. Также список весь остановок. Тестовый режим уже помог выявить сбои в системе. Несмотря на то, что городской транспорт оборудован GPS-треками, он не всегда приходит на остановку согласно расписанию. А проследить его местонахождение по планшетам Брестгортранса после 18.00 становится невозможным, так как киоски прекращают свою работу. Теперь пунктуальными могут быть не только люди, но и городской транспорт. Планшеты с онлайн-расписанием показывают точное время прибытия маршруток и автобусов с учетом возможных пробок. Сейчас 14.00, и автобус номер 9 действительно прибыл вовремя. Как оказалось, большинство брещан даже не слышало о существовании тестового проекта. А те, кто попытался воспользоваться планшетом, отмечают неудобства – мелкий шрифт и отблеск от стекла витрины киоска. Ага, конечно же, удобно. Пришел, посмотрел, не надо туда на расписание идти и подсчитывать времени. Можете пользоваться? Конечно, теперь могу пользоваться. Вот здесь планшет находится. Как ли вы считаете, это удобно? Очень удобно. Удобно. Если бы еще автобусы ходили по графику, это вообще прекрасно. Нам это надо вовремя? Нет. Нам это не надо. Не интересно. Мы вообще пешком везде ходим практически. Тут практически ничего не видно. Я вам скажу. Не видно? Да. Мне как в очках, то отражает все. Пока увеличивать количество планшетов с онлайн-расписанием не планируется, так как эти устройства – не окончательный вариант проекта «Умная остановка». Должны появиться и электронные табло. Но когда? Вопрос пока открыт, так как все зависит от финансирования. Программа «Утренний эспрессо» Медали Франциска Скорины награждены декан факультета инженерных систем Александр Волчек. И наш сегодняшний гость – почетный профессор Брестского государственного технического университета, доктор технических наук, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Пульсар» Виталий Северянин. Наталья Степановича, доброе утро. Доброе утро. Я прямо горжусь вами уже слова «Виталий». Спасибо, что вы с нами утром сегодня. Для вас, кстати, такое раннее пробуждение – это норма? Или все-таки ученые такие, как вы, серьезные люди, любят поспать? Я отвлеченно отвечу. По-разному. По-разному бывает. Ну, безусловно, хотелось бы узнать, как это, вот каково. Вы получили такую серьезную, значимую награду. С какими ощущениями вы вернулись из Минска? Мне очень приятно было то, что эти награды вручал президент наш Александр Григорьевич Лукашенко. Мне вообще эта обстановка понравилась, когда верховный, так сказать, наш деятель внимательно смотрит в глаза всем награжденным. Понимаете? И во время награждения, понимаете, образуется контакт. И когда он мне прикреплял медаль, я успел ему сказать несколько слов. Поделитесь каких-либо секретов? Я ему сказал, Александр Григорьевич, большое вам спасибо за ядерную энергетику. Благодаря вам развивается это нужное для страны направление. И мы победим всех сомневающихся. Я смотрю в его глазах, ну просто положительный отцвет такой был, понимаете. И когда я шел уже на место после награждения, он в зал сказал, единственный человек, который похвалил меня за ядерную энергетику. Понимаете, у нас очень много сомневающихся, скептиков относительно ядерной энергетики. И если позвольте, я хочу несколько слов сказать по этому поводу. Ядерная энергетика позволяет получить, во-первых, много электроэнергии, а во-вторых, самой дешевой. Электроэнергия, которая вырабатывается на ядерных электростанциях, кстати, правильно говорить, не атомные, а ядерные установки станции. Это электроэнергия самая дешевая по сравнению со всеми другими видами энергии, которые получаются на всех других электростанциях. Я такие цифры могу даже назвать. Себестоимость электроэнергии, которая вырабатывается на наших крупных ГРЭС, составляет 4-5 центов за киловатт-час. А мы закупаем со Смоленской АЭС электроэнергию за 1,8 центов за киловатт-час. Это уже отпускная цена. Представляете, какая разница? Вот именно поэтому это самый главный фактор, по которому во всем мире бурно, не просто быстро, а бурно развивается ядерная энергетика. Относительно безопасности сейчас настолько безопасны ядерные установки, что, например, даже в угоду таким сомневающимся делают такое конструктивное мероприятие устраивают. Под каждым реактором сейчас устанавливается большая такая емкость, чтобы на случай какой-то, не дай бог, аварии, его можно туда опустить. Хотя это стоит очень дорого. Представляете, несмотря на то, что само ядерное топливо очень дорогое, сами установки очень дорогие, и строительство, и эксплуатация, и вывод из эксплуатации, все равно энергия самая дешевая. И представьте себе, если мощность всех электростанций наших, теперешних, белорусских, 7800 мегаватт, то одна только Островецкая С будет давать 2400 мегаватт. Представляете, треть всей энергии она может выдавать на потребность всей нашей страны. А это значит, что мы можем на треть сократить, то есть уменьшить расходы на оплату импортируемого российского газа. Это очень существенно большая величина. Значит, главное от ядерной энергетики. Много электроэнергии, и она дешевая. Поэтому надо положительно относиться к ядерной энергетике. С вашего гостя такого уровня специалиста, ученого, я так понимаю, немножко меньше стало сомневающихся. Хотя я тоже сомневался, наверное, с одной стороны, потому что 30%, вы сказали, да, приблизительно будет покрыто потребности. Не мало это? Это очень много. Это очень много. Во всем мире было... Почему скептики? Почему боятся многие ядерных установок? Во всем мире было три случая таких катастрофических явлений. Первая в Америке была за три года до Чернобыля на Тримойл-Айленд. Там раскрылся реактор. Но таких последствий не было. Вторая катастрофа – это Чернобыльская авария. Причем это был, все должны знать, что это был не ядерный взрыв, это чисто был паровой взрыв, тепловой взрыв. Когда раскрылся реактор, и вода под большим давлением стала быстро превращаться в пар, поэтому большие выходы в атмосферу были вот этих радиоактивных веществ. И третья – это Фукусима. Фукусима. Кстати, на Фукусиме от самой аварии, от самих действий ядерных установок во время этих катастроф ни один человек не пострадал. Даже не было повышено... Не было воздействия, радиационного воздействия на персонал. Там в основном погибли от цунами на Фукусиме. Поэтому вот эти вот три явления, они очень сильно напугали народ. И сомневаются. Но надо набраться, так сказать, мужества и сказать, что это нужная, хорошая, полезная вещь – ядерная энергетика. Да, уходя от ядерной энергетики, хочется немножко еще про вас. Виталий Степанович, вот знаем, что вы известны как автор более двухсот изобретений в области энергетики, как раз таки и теплофизики. Ну, расскажите немного, каково это, применяются ли на практике, уже, может быть, где-то используются ваши изобретения? Спасибо за вопрос. Значит, кроме такой напряженной учебной работы, мы у себя в университете ведем существенную, так скажем, научную работу. Какая? Это прикладная работа в области теплоэнергетики для того, чтобы получить больше эффектов при меньших затратах. Одним из таких способов является так называемое пульсирующее горение, когда из органического топлива можно получить при малых затратах больше тепловой, а значит, электрической энергии. Мы разработали парогазогенератор. Это установка, которая выделяет горячую среду на камеры, где готовятся железобетонные изделия. Эти парогазогенераторы серийно, вот, приятно подчеркнуть, серийно выпускаются нашим заводом. Брестский райотехнический завод. Кроме этого, мы создали тоже интенсифицированную топку для сжигания отходов. И одно частное предприятие под Минском в Червене выпускает успешно эти топки-инсинераторы, которые даже закупаются в России. Ну, на Украине закупали, сейчас немножечко это приостановлено. И мне хотелось бы, извините, сказать о совершенно новых, о таких установках, которые, ну, пока неизвестны. Много внимания уделяется сейчас созданию микроклимата в помещениях, отопления и охлаждения. Вот такой интересный факт. Представьте себе цилиндр, в котором тангенциально подается сжатый воздух. В этом цилиндре образуется такой вихрь. По краям воздух, который входил из этого сопла, горячий, а внутри холодный. И представляете, получается такое разделение среды на горячий и холодный воздух, который можно использовать практически. Но для этого нужен вот этот воздух. А воздух берется из компрессоров. Он дорогой. Сжатый воздух от компрессора дорогой. Мы сделали макет. И вот это явление предлагаем использовать для того, чтобы создать кондиционер для помещений. Например, создается специально такая поверхность, которая нагревается солнцем. Там воздух нагревается, поднимается вверх. И засасывает вот в этот цилиндр вот этот воздух, который нужно разделить на две части. На горячий и на холодный. Горячий, например, выбрасывается летом, когда жаркая погода. А холодный идет на охлаждение помещений. Значит, альтернатива кондиционеру я не знаю. Да, да, да. Вы сейчас не раскрываете секреты? Ничего, это не страшно. Пускай все знают, что секретов очень много, и все их все равно не удерживают в себе. Пускай пользуются. Вот такие интересные вещи. И вот мы, вы относительно студентов вопрос задавали. И вначале вы сказали об эндорфинах. Как это здорово. Послушайте, вот когда, вот вы поймите ученого, он изобретает не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы он видит какую-то проблему и начинает ее, так сказать, мучиться. И, наконец, у него в мыслях вырабатывается какая-то схема. Он пробует на макете и получается. Представляете, какая радость. Вот это и есть. Вы просто с дарфидов, да? Да. Не могу здесь спросить, что за у вас брошюра лежит остальное. Я так понимаю, что там какие-то ваши изобретения, да? Здесь покажите нам, что там интересного. Вот солнечная установка вот такая, которая вот поляки заинтересовались и начинают, так сказать, вести переговоры о том, чтобы ее приобрести. Чем это закончится, пока неизвестно. Дальше. Вот такой самолет мы на наших камерах, пульсирующих в горении, предлагаем. Далее, вот тот парогазогенератор, о которых сейчас выпускает Брестский технический завод серийного, вот он. Такие вот интересные вещи. Сушилка для пиломатериалов. Вот такие различные топки. Как у вас это получается? Самые разные сферы для разных направлений. Про сказок уникальные функции имеют. А внешне выглядят очень-очень просто. Все гениально просто, я так понимаю. Все великое и простое. Научно-исследовательская ваша лаборатория среди студентов, вот Пульсар, пользуется популярностью? Как вообще процесс идет? То есть, если студент пришел, он изобретает, он остается после вуза или уже нет, или уходит и все? Знаете, это очень сложный вопрос. Я, например, веду курс, один из курсов учебных, это у меня основа научных исследований и инновационной деятельности. И я там у студентов учу изобретать. Несколько лет, десятков лет назад изобретательству придавалось очень большое значение. Сейчас, к сожалению, как-то все это сходит на нет. Но я их стараюсь возбудить к творчеству, техническому творчеству. И я им даю задания, рассказываю, как нужно писать заявки на запретение. И таким образом я их учу изобретать. Как это дальше получится, ну, трудно сказать. Очень трудно сказать. И вообще, нужно честно признаться, что внедрение новых разработок очень трудная вещь. Не зря такое слово даже используется, внедрение. Вот подумайте, внедрение. Внедряться, это значит что-то преодолевать. Ну, что поделось, такова жизнь. Как получается сочетать экономические задачи, которые стоят перед изобретателями, и все-таки творчеством в этом изобретательстве? Потому что, прежде всего, сейчас говорят, зарабатывать деньги, зарабатывать деньги. Вот это первое. А уже потом не всегда получается. Понимаете, чистых изобретателей, которые живут только на изобретениях, наверное, у нас, по крайней мере, нет. Поэтому все изобретатели, они имеют другую какую-то профессию, и по своей профессии что-то сочиняют. Иногда удается оформить в виде патента. За патент надо государству платить, понимаете. И везде вот такие вот... Ваши изобретения запатентованы, те, которые производятся, да? Все, да. Все, да? Запатентованы. Но если вы спросите, сколько я за это получаю, я просто отвернусь. Не буду спрашивать. Мы спросим потом за кадром. Интересно мне еще, ваше взаимодействие, допустим, с другими изобретателями из других стран, возможно, возможно, в Беларуси. Как-то вот есть контакт какой-то? Или все-таки как-то все обособлено, и вы в своей лаборатории только больше? По своей тематике, конечно, у меня много контактов. И в Минске, и в других, и за рубежом. Я был в Голландии, в Штатах. Там много разговоров общих. Но таких тесных, крепких, финансовых, что ли, таких нет. А для того, чтобы заинтересовать людей, я всегда говорю, приезжайте к нам, я вам покажу, расскажу, и вы увидите. Многие вот по такому пути идут, приезжают, восхищаются, говорят, что это здорово, это хорошо, но потихонечку это затихает. Виталий Степанович, мы надеемся, что будет по-другому все-таки к этому моменту отношения, и будет больше внимания, больше финансирования. Очень рады, что вы были сегодня с нами. Я хочу еще сказать, созрела такая у меня мысль. Пока вот вы с такой улыбкой, с такими глазами горящими, пока с призывом таким и внутренним убеждением, что ученый это изобретатель не потому, что он ищет деньги, а потому, что он изобретатель. Да. Я думаю, что у нашей экономики есть перспективы, у нашей страны в том числе. Здоровья вам. Еще раз поздравляем вас с заслуженной наградой. Спасибо. Рады, что вы были сегодня с нами. Удачного вам рабочего дня и творческих успехов. Спасибо. Еще больше. Мы же продолжаем говорить на самой актуальной теме жизни региона. И сейчас перейдем к одной из таких районный фестиваль обрядового фольклора. Спарший на земле Малорыцкой впервые прошел под открытым небом на Луковском озере. Наши корреспонденты побывали на месте событий и все действие смогли увидеть своими глазами. Смотрим и мы. Вкусная еда и гостеприимные хозяева. Вот так щедро принимают участники конкурса фольклора всех, кто заглянул на праздник. Каша на каждом столе. Это неспроста. И вообще угощения, которыми встречали гостей, обычно готовятся к определенному событию. Кристина в нас проходят так. Частують гостей. На Кристинах должна быть каша. Творец на столовой обязательно. Кобаса печеночная, кровянка, шкварки, картофель. Пирог тоже треба. Кисель до каши и до творога. Потому что дитинка любит солодкое. Обязательно, чтобы было солодкое. На Кристинах всегда сладкое. Булки давали, кисель варили всегда обязательно. Творец тоже. То богатая семья. Треба так, чтобы было. Ну так то, что у нас делаете, то и мы сделали. Еда приготовлена к важному событию – рождение ребенка. Именно оно и стало главной темой конкурса «Наследие земли Малорицкой». Фольклорные группы из разных уголков Малорицкого района подготовили фрагменты обряда отцы и дети, которые включают в себя обычаи, верования, обрядовые действия наших предков. «Счастливой доли желаемо, спадея купаемо, водой полываемо, счастливой доли желаемо». Погода девушка капризная. То ей солнышко, то его нет. Идет дождь, не идет. Ну а здесь, вот на берегу Луковского озера, люди делают сами погоду и веселятся от души. Этот фестиваль проходит не в первый раз, но темы его пока что не повторяются. Мы вот, когда первоначально открывали этот фестиваль, пытались его начать, то как бы именно вот начали с этих традиций обрядовых. И нам так понравилось, что эти обрядовые традиции, вот ритуалы, они сохранены в каждом регионе нашего района. И вот мы зацепились, как бы, ухватились за эту тематику. И в дальнейшем мы уже развивали не только годовые обрядовые традиции, но и семейно-бытовые, вот как сегодня, рождение ребенка. Интересно. Один и тот же обряд наши бабушки и дедушки в разных селах проводили по-разному. Кстати, и секреты мастерства у каждого умельца были свои. Вот это вот народное творчество наше, вот именно нашего малоритского района. У нас в деревне Яблочный вот дедушка плел, ну и еще давно-давно. Вот крышка ей уже сто лет, это моей бабушке. Это делается из соломки и лыка. Во время праздника каждый умелец готов был поделиться своими секретами. Тут же проходили и мастер-классы по традиционным видам творчества, ткачеству, вышивке и соломоплетению. Учимся делать куклы из соломы. У меня вот маленькая дочечка сейчас ко мне приедет. Я хочу ей изготовить куколку из соломы и подарить. Это мастер-класс, поэтому можно делать все, что душа пожелает. Вот они делают ангелочка, можно сделать бусы. Ну а поскольку моя фамилия Колокольцева, я решила, что я попробую все-таки сделать колокольчик. Конкурс обрядового фольклора на малоритской земле проходит уже седьмой раз. Но это живописное место впервые принимает гостей. Есть надежды, говорят организаторы праздника, что и в будущем этот фестиваль соберет всех поклонников самобытной культуры именно на берегу озера Луковское. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здорово наша коллега заметила то, что люди делают сами погоду и поднимают себе настроение вне зависимости от того, паспорт на сегодня или нет. И такая вот свежая достаточно погода сегодня на сегодняшний день передают, поэтому я думаю, что нужно получать позитивы из этого момента. Ну конечно, прохладная погода способствует также посещению лесов и сбору ягод. Однако стоит обратить внимание, что на Брещене обнаружена черника с цезием. Пробы дикорастущей продукции с повышенным содержанием радионюклидов цезия регистрируются каждый год. Однако в этом году это происходит на другом уровне, более высоком. Нынешний, к сожалению, стал не исключением. Сначала заготовки черники только лабораториями лесхозов и Центром гигиены и эпидемиологии уже было взято 160 проб, которые были положительными. 160 проб, несоответствие требованиям выявлено в 20 пробах черники в Лунинецком районе, 16 пробах в Столинском. Лаборатория радиационного контроля рынков также сообщает о выявленных ими грязных ягодах, так называемых. В некоторых из проб черники, собранной на территории этих же районов, содержание радионюклидов втрое, внимание, втрое превышало предельно допустимый уровень. Грязные ягоды утилизированы как продукция, не подлежащая реализации, конечно, но в связи с началом сбора даров леса, санитарная эпидемиологическая служба напоминает о повышенном содержании радионюклидов, цезия в ягодах и грибах, произрастающих в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Специалисты настоятельно рекомендуют не покупать грибы, ягоды у лиц, торгующих вне рынков официальных, вдоль автомобильных дорог, на улицах или возле непосредственно входа в рынок. К слову, по итогам прошлого года несоответствие с санитарным требованиям выявлено и в каждой третьей пробе грибов, сообщает областной центр гигиены и эпидемиологии общественного здоровья. Так что будьте внимательны, ведь это зависит от здоровья ваших близких и ваше. Ну, кстати, в том числе на эту тему хочется поговорить чуть подробнее. Единственное, в области музея лекарственных трав, расположенного в Ивацевичском районе, отметил 25-летие. Необычное заведение посетила Татьяна Болтуть. Посмотрим, что она там увидела. К этому музею уж точно не зарастет народная тропа. Сюда, как в аптеку, приходят местные жители. Приезжают и со всех уголков Беларуси. А все потому, что здесь разрешено абсолютно все. Трогать экспонаты руками, нюхать их, пробовать на зуб и даже забирать с собою. Неудивительно, экспонаты-то эти не простые, а лечебные. Вот уже 25 лет, как музей лекарственных трав, к слову, единственный своего рода в Беларуси, лечит жителей всей округи. Он расположился в живописной деревушке Стрельно Ивановского района. Кому траву от кашля, а кому от желудка. В конце сезона здесь несколько сотен таких вот мешочков от самых разных хворей. А ближе к весне экспонатов все меньше. Их используют по прямому назначению. Кроме этого, в этом весьма ароматном музее можно не только узнать, чем лечили ту или иную хворь наши бабушки, но и переписать старинный рецепт настоек, отваров и мазей. Люди ведали, что мята лечит неврологию, стекла гипертонию, земля никого не соль, а шалфей зубную боль, арбуз кушай при нефрите, а бруснику при артрите. Чтобы было больше сил, не забудь про девосил. Крапива чистит кровь, лечит зрение морковь, сон вернут пустырник хмель, силы бодрость мед женщинь, лук к нарывам приложи, в воде сеном полежи, зверовой не забывай, чай почаще попивай, пейщи помни-ка настои, будешь потры молодой. Этот музей как большой гербарий. Здесь и травы засушенные, и травы в банках-склянках, и чаи всевозможные. Всего более 120 видов травок до корешков описано. Основная экспозиция разместилась на чердаке, и это не случайно. По доброй традиции наши бабушки сушили свои зелки именно на чердаке. Мы робим такие венечки, связываем их ляно-ниточкой, и в аутульном проветриваем место, где не доходит промое солнечное промене. Но это в основном, как лис было горыща. Ну а потом сухие зелки, когда они уже ломаются, трескаются, уже не просто гнутся, они уже готовы для захования, поэтому, как лис собирали в ляные мешочки великие, и этими травками можно корыстаться целый круглый год. На Галину Войтищук удивительное наследство свалилось, но оно вовсе не деньгами измеряется. Женщина травница в четвертом поколении. О целебных свойствах растений когда-то узнала от мамы и бабушки, но никогда не думала, что знания эти доведут ее до музейного дела. Там горло не болело, калитвар шелушится, что там ранка какая-то промыли. Добавляемый у чайочек, любой чайочек, добавим неколь, это значит, это будет и антисептик, это и живот не будет болеть. И поэтому вот для этого мы собирали этот грамонок. Учительница по образованию сегодня она из охранителя экспозиции и заглавного травосборщика. О лекарственных травах знает, если не все, то многое, и, что важно, передает свои знания младшему поколению. Я зрозумела, что когда шукаете, когда просят какую-то зелку, когда просят рецепты, идут звонки, значит мы потребны кому-то. И эту справу мне хочется не спозниться, а передать вот этому молодому поколению, чтобы они протягивали эту добрую справу, раз мы расшираемся. Уверена, наше здоровье в наших руках, и заботиться о нем должны мы сами, особенно сейчас, летом, когда природа изобилует витаминами. Сокрыт, довгожица, цікавится, чему-то у нас много довгожихоров. Собирали с природы, лечились народными сродками, ели натуральную ежу. Земля Ивановская всегда славилась старожилами, а все потому, что многие века местные жители лечились исключительно травками да корешками. От традиций, проверенных временем, не отказываются и сегодня. Сбирать все зелень может каждый, кто ведет, что он сбирает. А в основном занимаются люди, которые имеют навык в этом, и сбирают зелень. А вообще у процесса сбора особых тайн нету. Нужно просто знать место и время, когда собирать. Кожная рослина сбирается в определенный час. Обязковая потребность сбирать тогда, когда уже роса сошла. Это уже ближе к полдню, и после четырех часов, с четырех до шести часов вечера. Сложно, легко, нам ли судить, если в тонкостях процесса уже разбираются маленькие жительницы Стрельна. А в малюкожном городе есть эта рослина, мята. Я ее выкрасываю с яку с покаяльной сродок, от тиску, от головных болей. Сейчас в доме Травника работают над расширением экспозиции. К 25-летию музея здесь открыли фитобар. Скоро появится и гостиная с дегустацией белорусской кухни. Не за горами время, когда откроют кабинет Травника. Первоочередное дело сделано. Редчайшая литература в музее уже имеется, так что дело осталось за малым. Реже ходить по аптекам и заводить как можно меньше больничных листов. Это вполне реально. Если выезжая на природу, внимательнее смотреть под ноги и знать, что природа кладезь здоровья. С мороженым Салетто вы всегда в центре внимания. Си Салетто. Си Италия. Семену Петровичу приходится искать баланс, чтобы посмотреть любимый сериал. А его сосед недоволен качеством трансляции. Просто они до сих пор не знали об эфирном телевидении Зала от Белт Телеком. Подключайтесь на эфирную Зала и бесплатную цифровую приставку привезут прямо домой. Больше 40 любимых каналов. Ваши любимые сериалы, фильмы и передачи. Теперь можно смотреть даже в самых отдаленных уголках страны. Зала. Телевидение, которое сближает. Доброе утро, Брест! Доброе ранец, Беларусь! Доброе утро, Брест! Доброе утро, всем хорошего дня! Доброе утро, Брест! Брест, подъем! Доброе утро, Брест! Доброй ранец, Беларусь! Доброе утро, Брест! Возвращаемся в студию прямого эфира. Доброе утро. Доброе утро. Говорим всем нашим телезрителям еще раз, потому что мы рады вас видеть и рады знать, что вы с нами. Утро просто обязано быть так добрым, ведь от этого зависит весь день. Далее на очень важную тему будем говорить с нашей гостей. И главный вопрос, пить или не пить водопроводную воду? Что ж, речь пойдет о том, можно ли, открыв кран, налить себе стаканчик воды и выпить из-под крана. В качестве питьевой воды мы поговорим с инженером, технологом цеха водопровода государственного предприятия Брест Водоканала Инной Джура. Доброе утро. Доброе утро. Итак, самое главное, пить или не пить воду из-под крана? Однозначно, наша вода, которая текет во всех квартирах, во всех домах города Бреста, ее можно пить из-под крана. Она полностью соответствует показателям СанПин 1012499РБ и никакие показатели не превышены. Почему вопрос этот очень рьяно задается и возникает? Люди кипятят воду, в чайниках накипь, вываливаются какие-то там ржавчина прям кусками. Естественно, задается вопрос. Люди, которые в этом неподкому спрашивают, ну как же ее можно пить? Вот смотрите, какая грязь в чайнике остается. На самом деле, что это такое? На самом деле, накипь в чайнике – это всего лишь показатель того, что вода в кране у нас текет живая. В ней есть все химические показатели, химический состав такой, что есть там и соли жесткости. Вот в качестве накипи у нас выпадают соли жесткости. Это соли марганца и калия, кальция. Значит, это нормально для питьевой воды. Вода – это живая субстанция. В ней есть также и микроорганизмы. То есть допустимое содержание. Конечно, это всего допустимое содержание. Ну а трубы? Вот, наверное, немножко, если старые дома, да. Может быть, из-за труб вода будет? Ну, имеет место у нас вторичное загрязнение. Но для этого у нас в городе Бресте проводятся профилактические промывки сетей. Так же, как Водоканал проводит промывки внутридомовых магистральных сетей. Так же и ЖЭСы, сообща с нами, мы промываем. Они промывают внутреннюю систему домов, а мы моем наши магистрали. У нас есть совместный график промывок, который у нас наш горосполком решение выносит, подтверждается. Вот, поэтому для исключения вторичного загрязнения мы проводим промывки. Правда, что у нас вся вода артезианская, самого высшего качества, то есть неповерхностная. Ну, понятно, мы не хотим, чтобы сейчас нас восприняли, как вот мы рекламируем петь воду только из-под крана. Хотим разобраться в ситуации. Откуда берется вода в наших кранах? Город Брест обеспечивает пять водозаборов. Пять водозаборов, они все питаются подземными источниками артезианские скважины. Скважины глубиной от 180 до 300 метров. Вот, вода, принцип на всех водозаборах одинаковый. Вода первоначально исходная, она полностью соответствует СанПИН, но единственный показатель, который превышает это количество железа. Для этого на всех водозаборах еще проектными решениями были предусмотрены станции обезжелезивания. Там, значит, вода со скважин поступает на станции обезжелезивания. Там она проходит через толщу фильтрующей загрузки, очищается, поступает в резервуары чистой воды. А оттуда уже насосами второго подъема подается в сеть города. Ну, вот про эти станции обезжелезивания, мы наслышали, что идет серьезная реконструкция. И запланированы в планах новые какие-то супер... Фильтры? Да. Да? Ну, это громко сказанная реконструкция. У нас сейчас идет перегрузка фильтрующей загрузки на станции обезжелезивания фильтра. Расскажите простым языком перегрузка фильтрующей загрузки. Значит, на станции обезжелезивания у нас установлены фильтра. В этих фильтрах находится загрузка, через которую проходит вода для того, чтобы снизилось железо. На данный момент на Муховецком водозаборе, это у нас самый мощный водозабор города, мы проводим замену этой загрузки. То есть, содержимого как бы фильтра, получается? Да, содержимого фильтра. Все работы проводятся силами водоканала, то есть, мы не подключаем какие-то другие предприятия. Вот. Ну и уже заменена загрузка на двух фильтрах. Сейчас ведется работа, меняем загрузку еще четыре. Железо станет меньше в воде, да? Какую проблему это решит? Железо станет меньше. Вообще, вот кварцевый песок, он снимает железо до 0,2, даже может быть и меньше. 0,18 железо норма, железо на выходе должно быть 0,3. Ну, очень плавно мы подошли к фильтрам. Тоже сейчас уже не первый год модная тенденция. Люди устанавливают фильтры, покупают фильтры. Вот эти вот бутылки графины, да, с фильтрами отстаивают в воду, кувшины такие, да. Покупают фильтры очень серьезные за действительно серьезные деньги. Или же наоборот там какие-то и постоянно их меняют. Что? Стоит ли это? Да, опять же, не делая антирекламу фильтрам, просто вот разобраться, опять же, с ситуацией. Ну, я вам скажу точно, что однозначно нет необходимости устанавливать в квартирах и в частных домовладениях дорогостоящие фильтры. В этом нет необходимости, потому что вода, которая вот получается после этих фильтров, это просто жидкость для бытовых приборов. То есть она настолько умягчается, эти фильтры, я не знаю даже из какого материала они там состоят. Но это просто получается жидкость для бытовых приборов. Она, мягкая вода для организма, она вредна для наших костей, для суставов. Единственное, ну как бы, вот вы уже задрагивали вопрос по вторичному загрязнению, вот эти вот кувшины, да, которые вот используют люди, их можно использовать, они снимают только железо. То есть они не убирают ни соли жесткости, ни какие-то химические составы воды, они не убирают. Но вот эти вот дорогостоящие фильтры, однозначно, они делают воду мертвой. То есть она же как и кипяченая вода, да, вот мы затрагивали эту тему. Конечно, конечно. И, ну нет необходимости абсолютно установки дорогостоящих фильтров. Всем людям нужна живая вода, как и всем организмам. Такая у нас вода текет из-под крана, она живая. Да, в современных домах уже устанавливают пластиковые трубы. Уже, наверное, вот эта проблема внутренних сетей, она будет, она потихонечку решается. Ну, новые районы, такие вот, как у нас в Улька, да, в Южном новые районы есть. Да, там пластиковые трубы, но магистрали у нас еще не все заменены на пластиковые. Поэтому пока есть такие проблемы, но мы стараемся. Еще такой вопрос очень интересный, ну, на мой взгляд, мне вот хочется спросить у вас. Тенденция по экономии воды, по использованию воды есть какая-то на сегодняшний день? Вы знаете, раньше люди потребляли воды намного больше. После того, как установили водомеры, счетчики, наполовину стали меньше брать воды. Люди стали экономить, более рационально использовать, как в частных секторах, меньше поливать огород. И, соответственно, водопотребление в городе упало. У нас уже нет необходимости, если раньше на Муховецком водозаборе было задействовано 10 фильтров, теперь у нас задействовано 6. Ну, вот это хорошо или плохо все-таки? Ну, конечно же, для водоканала, конечно, это хуже. Хотелось бы, чтобы люди потребляли больше воды. Я почему спросил, такая есть в Европе тенденция, у них потребление воды упало настолько, что стала страдать канализационная система, недостаточное количество влаги для того, чтобы, собственно говоря, функционировало вот это все. Ну, у нас еще пока все хорошо. Скорный вопрос, потому что мы говорим о том, что нужно экономить ресурсы, и тут же мы говорим, что, ну, наверное, это не очень хорошо. Ну, с экономической точки зрения, да. Хотя я думала, что люди все-таки пьют воду точно так же, как и пили, готовят, просто действительно выключаются краны, когда они не нужны. Чтобы не шуршала вода утром. Да, чтобы не капала ничего. Как здорово засыпать вот это. Инна Анатольевна, спасибо, что вы были это утро с нами. Удачного вам рабочего дня и всего только самого ну и лучшего. Спасибо вам в работе. Берегите нашу воду. Вам тоже всего хорошего. Продам дачный участок в Садовом товариществе Пролеска, Жабинковского района. Площадь 5 соток. В частной собственности. Свет. Водопровод. 18 километров от Бреста. 8 километров от Жабинки. Цена 2850 белорусских рублей. Телефон МДС. 375-29-721-90-25. Продам деревянный дом в центре Иваново. Телефон. 80162-55-44-71. И 8029-224-3704. Внимание! Лукше Веронике Валерьевне срочно нужна операция по пересадке костного мозга за пределами Республики Беларусь. Диагноз – остромиелоидная ликемия. Дополнительную информацию можно получить по телефону. 8 029-645-1028. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия. Позвонив на которую, можно задать волнующие вопросы представителю Городского районного совета депутатов. Или руководству Городского районного исполнительного комитета. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям предупреждает. Граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не курите в постели. При возникновении пожара звоните в службу спасения по телефону 101. Берегите себя и своих близких. Беларусь 4. Брест. Телефон рекламной службы. 8 0162 20 35 45. Мы возвращаемся в студию прямого эфира. Прохладная сегодня погода. Это радует. А также радует, наверное, наша программа. Сегодня мы делаем все для того, чтобы ваше утро было интересным, позитивным. Хорошее настроение. Интересная информация. И любопытная информация, да. Вот сейчас прямо у нас появилась гостья в студии, которая вот меня лично просто... Я видел, да. Я не знаю, как это описать. Участница Минского республиканского чемпионата по тэквондо среди кадетов. Девочка, которая выбрала для себя такой вид спорта. И плюс еще, забегая вперед, скажу, что занимается пением. В общем, потрясающий ребенок. Анастасия Матевская сегодня в гостях. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Доброе утро. Настя, честно, ожидала увидеть такую вот, знаешь, девушку, что ли, крупнее размеров. Вот как-то такую более сбитую. Такая хрупкая, милая девушка. И вот занимается тэквондо. Почему этот вид спорта? Ну, просто мой тренер знакомый. И я решила попробовать. Может, понравится. И вот до сих пор хожу уже четвертый год. Зеленый пояс. Для меня, как для дилетанта, было еще до него. Сколько? Четыре, да? Четыре пояса, да. Каких они были цветов? Белые, серые? Белые сначала, потом белый с желтой полосой. Желтый, желтый-зеленый. И теперь зеленый. Что значит зеленый? Ну, это просто постепенно сдаем технику. Там, тыгуки. Тугуки. Что мы знаем о тэквондо? Что такое тугуки? Тугуки, ну... Это правило? Тугуки – это движение по... Определенной траектории, наверное, да? Вообще хотелось, Виталий, увидеть хоть какое-нибудь движение. Я знаю, что руки практически не используются в этом. Да, мы почти руки не используем, только просто для защиты. Ничего мы не сможем увидеть, к сожалению. Но руки для защиты, а защита – это как? Ну, стандарт. Ну, стандарт. Да, когда остановимся при соревнованиях, приветствовать. Ну, последние соревнования, которые были, отнимают много времени, труда, подготовки. Да, причем последние соревнования – это была Республика Беларусь, и, к сожалению, я не заняла первое место, хотя хотелось бы, а только четвертое. Ну, все равно, близка, тройки – это серьезно. А много участников было? Да, очень много участников, только в моей категории было шесть человек. А твоя категория – это возрастная категория или что-то еще? Ну, возрастная категория и еще вес. Я была до 47 килограммов. Я слышал, что взвешивание – такой очень важный элемент перед каждым выступлением, очень готовитесь вы именно к взвешиванию. Потому что если там хотя бы один грамм не хватает или даже больше, то они могут не принять просто на соревнованиях. А не перенесут в другую категорию? Нет. То есть просто отстранят? Да. Замечательно. То есть ты сидишь на какой-то диете в связи со своим видом спорта? Специальное питание? Ну, бывает специальное питание, а если даже не хватает веса, просто когда там остается один день, ты все время нервничаешь, нервничаешь, и из-за нервов даже вес быстрый очень… Как родители участвуют в этих подготовках? Понимают ли дочь? Помнят переложенными перед тем, как надо добрать Вот все вот это поддерживаются родители? Да, поддерживают, помогают, там рассказывают некоторые что-то, ну не бойся, это же просто соревнования. Это очень важно, нацеленность на победу, но в то же время нужно понимать, что даже проигрыш – это опыт, и нужно идти дальше, правильно? Как получается совмещать все? Мы знаем, что это еще музыкой занимаешься. Да, и ансамбль поет. Ну, сначала было тяжело чуть-чуть, когда только начала, потому что сначала с самого утра музыка где-то до четырех часов, а потом где-то в шесть часов сначала у меня было тэквондо до семи. Но потом я привыкла, и чуть-чуть даже учителя по музыке помогали. А общая образовательная школа есть в твоей жизни параллельно? Да, у меня вопрос, а где школа где, в каком пробежутке между этими занятиями? Ну, с восьми до двух у меня школа, а потом уже музыка. Можно каверзный вопрос такой необычный? Вот пятерки, десятки или школа чуть страдает? Она хорошистка в классе. То есть не страдает? Нет. Талантливый человек, талантлив во всем, понимаешь? Вот просто так. Еще у меня вопрос. Когда она стойку показала, мне сразу возник вопрос. В жизни применяются какие-то навыки или нет? Там мальчиков на место поставить, чтобы не задирались. Серьезно? Я не ожидала слышать такого ответа. Правильно. Правильно. Как, бояться или спрашивать, потому что делишься опытом каким-то с мальчишками и с девчонками? С мальчишками я делюсь опытом, рассказываю, что вот лучше может сходить в тэквондо, чем сидеть возле этих компьютеров. Какой покой. Просто я даже не знаю, все, готовый идеолог. А если они отказываются, вы покажете прием какой-нибудь, нет? Сразу прием. Много грамот на столе. Где еще, кроме... Четыре медали мы едем. Да, четыре медали. Где еще, кроме как в Бресте, в Нинске ты участвовала, куда еще ездила на соревнования? Только в Витебске и Гродно еще. Самая запоминающаяся, самая ценная награда, которая у тебя есть? Это первое место по Бресту. То есть то, что я как раз... Да, вот в Бресте. Это городские соревнования или областные? Что это значит? Областное. Областное соревнование. Ну вот все-таки подготовка к таким соревнованиям, она как-то вот тебя собирает, стимулирует, я не знаю, вот ты очень сильно волнуешься или наоборот усилий не занимаешься? Или в принципе все ровно? Я занимаюсь, пришла, посоревновалась, ушла. Как вот у тебя больше? Ну, сначала, когда вот я тренировалась на Брест, ну, сначала так ничего не волновало, но вот когда уже где-то неделя оставалась до соревнований, сразу же начала нервничать, больше тренироваться, усилений. И потом вышла, и сразу же все прошло, и начала драться, и так победила. Ты учишься в каком классе? Перешла в седьмой класс. Седьмой класс. Достаточно высокая девочка. Помогает рост или мешает? Да, помогает. Я первое место благодаря этому и завоевала. А, то есть есть какие-то рамки, да, рост? Или рамок нету, просто чисто физически он помогает? Чисто физически, потому что некоторые же есть дети моего возраста, ну, чуть-чуть ниже, и им тяжелее, ну, например, дотянуться до головы, да. А в голову у нас занимает 3 балла, если попадаешь. Вот этот, ага. Это прям бой идет, вот такой вот серьезный бой, да? Ну, вот очень хочется посмотреть, вот как это все в студии, к сожалению, невозможно. Приходи, пожалуйста, на соревнования. К чему ближайшему ты готовишься? Да, планы какие-то есть? Ну, я точно не знаю, но вообще я хотела бы еще раз попробовать поехать на Беларусь. На Республику. А если даже получится победить, то хотелось бы съездить еще на Европу. Ну, естественно. То есть планы грандиозные. Только или уже четвертый год ты занимаешься в перспективе. Ну, понятно, может быть, в таком возрасте мало еще кто думает, куда поступать собираешься. Но, тем не менее, ты можешь сказать, вот ты планируешь дальше заниматься и пением, и тэквондо? Ну, буду пока заниматься, но хочется потом точно решить или пение, или тэквондо. Выбор сделать какой-то, да? Родители за что голосуют? Ну, они пока... Мама за пение, папа за тэквондо. 100 процентов. Не знаю, не знаю. Да, папа за тэквондо. Следующий пояс после зеленого. Черный? Нет. После зеленого идет зеленый-синий полосой. Так, а дальше? Потом синий, потом синий с красный, красный, и красный с черный с черным. Вау. То есть еще там очень много ступенек к этому идет. Ну, это, наверное, стимулирует, да? То, что вот ты понимаешь, что я вот буду заниматься усерднее, и скоро у меня будет такой-то пояс. То есть как ты ставишь себе маленькие промежуточные цели и их достигаешь. Да. Ну, и все-таки какие вот цели, какой хочешь? Хотелось бы черный пояс. Черный, да? То есть полумера мы не привыкли. Нужно максимум черный замечательный. Самая дорогая награда в пении. Я смотрю, вот посмотрев на грамоты и дипломы, в основном это за участие именно в музыкальных соревнованиях, всяких конкурсах. Есть что-то такое особенно дорогое или особенно сложное? Ну, особенно такого дорогого нет. Тут, конечно, нет этой грамоты. Мы участвовали с нашим ансамблем в конкурсе «Золотой петушок». И получили второе место. А как ансамбль называется? «Лучики надежды» назывался. Это было где-то два года назад. А сейчас у нас другой преподаватель, и называется наш ансамбль «Мирабелис». Креативно. Креативно, да. Поменялся репертуар в связи с этим, нет? Нет, почти не изменилось. Каким голосом ты поменешь? Тенор? Альт? Сопрано? Сопрано. Первый или второй? Первый. Ну, это очень высокий голос. Я ничего не понимаю в этом. Уже скоро запоем, я думаю. Скоро запоем, да. А петь как доно-то начала? Ну, вот как только в первый класс поступила, там сразу прослушивание, и я их пришла и сразу же начала петь. То есть еще какой-то музыкальный инструмент у тебя есть? Да, фортепиано. Ну, а соседи в многоэтажном доме живете? Нет, в своем доме. То есть соседи не беспокоят. А то, представляешь, с утра фортепиано, в обед пение, вечером как будто там пытаются побороть. У кого родители есть, конечно. Да, кстати, тренировки дома происходят, тренировки, нет? Ну, иногда бывает, там, с папой. Ага, то есть папа все-таки пытается помериться силами с дочерью. Кто побеждает, как правило? Папа. Папа побеждает. Наверное, массу берет. Все-таки высокий взрослый мужчина. Мне кажется, это неправда. Мне так кажется. Ты думаешь, неправда? Нет, очень неправда. Папа большой сам, так, да? Да. Крупный папа. Ну, значит, пока побеждает. Ну, естественно. А скажи, пожалуйста, ну вот, когда идет подготовка к музыкальным конкурсам, кстати, о музыкальных конкурсах, в ближайшее время будет что-то такое, к чему вы особенно готовитесь? Ну, ближайших еще нет, но мы готовимся, там, мы недавно, вот тоже, даже Мириробилис участвовали в конкурсе, там, пели песню «Не отнимайте солнца у детей». И получили второе место в нашем ассабле. А так мы пока ни к чему не готовимся. Ну, здорово. А вот как по опыту у вас идет ребят, которые занимаются вместе с тобой музыкой, они тоже чем-то параллельно занимаются, или ты уником, который только вот разрывается между двумя? Одна вот девочка, которая в нашем ассабле занимается, там, она занимается танцами. Ну, это близко. Да. Просто, просто вот меня и поражает этот момент, что да, сочетание несочетаемого. Сочетание несочетаемого. Да, поэтому спрашиваем об этом. Есть друзья в спорте или все соперники все-таки? Есть, конечно. Есть, да? Да. А хорошо, в одинаково весовой категории было такое, что ты с подругой или с другом участвуете в одинаково весовой категории? С темночки девочки как участвуют? Отдельно девочки? Отдельно. Одна категория девочек. Один раз только было, когда в прошлом году я впервые попробовала на соревнованиях по Бресту, почти мои самые первые соревнования. И я вот там познакомилась с девочкой сразу же. Она была одна. И получилось так, что вот я когда с кем-нибудь познакомлюсь, ну, как-то жалко драться с ними. Вот. И из-за этого я и проиграла. Вот этот нюанс очень интересный. Когда ты начинаешь воспринимать как друга, наверное, перед собой, не можешь отключиться. А вас учат тому, чтобы все-таки вот соперник есть соперник. Соперник. Психологически нужно как-то настраиваться на борьбу, да? Да. Ага. Ясно. Что ж... Невероятно. Невероятно, да, сочетаемые и несочетаемые моменты. Ты нас обязательно научишь пару приводов. Хорошо после передачи? Хорошо. Спасибо большое, Анастасия. Мы желаем тебе и творческих успехов, и успехов в спорте. И вообще еще и в школе хорошо учиться. Это просто реальный уникум какой-то, правда? Счастливые родители, я думаю. Счастливые родители, да. Всего только самого и наилучшего. Спасибо тебе за то, что была сегодня с нами. Спасибо, Анастасия. Да, и пусть вес соответствует росту и никогда не выходит из этих категорий. А почему пироженки же есть вкусно все-таки, когда надо вес набрать? Вкусно. Я давно не ел пирожные. Да, но ясно. Только самые интересные, актуальные темы из жизни Брещена у нас в эфире на календаре. 18 июля, середина месяца. И самый разгар сбора лесных даров. Очень скоро массово отправимся в лес, и отправятся и грибники. В связи с этим наш утренний корреспондент Кирилл Егоров решил выяснить, каков ритм посещения леса и вообще правила посещения леса в ближайшее время. Узнаем их мы тоже прямо сейчас. Казалось бы, совсем нетрудно увезти мусор с собой из леса, тем более, если сам приехал на машине. Но нет, многие отдыхающие предпочитают бросать отходы себе же под ноги. К слову, на большую часть лесных массивов в Брестской области сегодня въезд на автомобиль запрещен. Но, по правде говоря, останавливает это далеко не всех. Используя личный транспорт, граждане нарушают правила дорожного движения и, заезжая в лесную зону, тем самым нарушают правила дорожного движения. На это сотрудники милиции незамедлительно реагируют, выезжают и вставляют, к сожалению, протоколы за нарушение административного законодательства. Такие факты уже имеют место. Лес – еще не до конца территория человека. И необходимо это понимать. Проблема мусора в лесах в 21 веке звучит как-то неубедительно. Наверное, недостаточно глобально. Где-то тают ледники, а зоновые слои разрушаются. Другое дело – пакет из-под чипсов. Он же не принесет вреда. Так думают современные любители отдыха на природе. Скорее всего, это зависит от воспитания человека, от того, как родители привили к тому или иному человеку любовь к нашей природе. Конечно же, хотелось бы пожелать нашим гражданам любить свою природу, не нарушать административное законодательство и после себя собирать мусор и, естественно, его утилизировать в установленные места. Далеко не всегда приключения заканчиваются так же благополучно, как и начинаются. Практически неотъемлемый атрибут современного отдыха – алкоголь. Бесспорно небезопасная тема. А алкоголь в природоохранных территориях и просто в местах массового отдыха граждан может сыграть вдвойне злую шутку. На граждан, нарушающих общественный порядок, сотрудники милиции стараются реагировать незамедлительно. Когда на природе отдыхает компания, выпивающая молодежи, у них, как правило, играет громкая музыка, употребляется нецензурная лексика. Само собой, это мешает отдыху других людей, которые зачастую берут с собой в лес и детей. В таких случаях сотрудники правоохранительных органов вынуждены вмешиваться в ситуацию. На возмутитель и спокойствие выписываются протоколы. Под вышеупомянутым алкоголем отдыхающие в лесах могут сотворить беду, о которой даже не думают. Разжигая костер в несанкционированном месте, любой человек рискует случайно вызвать пожар. Одна из главных опасностей, которая может ждать неподготовленного человека в лесу – возможность заблудиться. Нередки случаи, когда даже подготовленные туристы теряются, отходя от своего лагеря. Что говорить о людях, которые посещают лес нерегулярно и не знают основ ориентирования на местности? В последнее время имеют место факты, когда граждане обращаются в милицию за помощью в поисках человека, который заблудился в лесном массиве. Такие факты незамедлительно отрабатывают сотрудников милиции. Мы задействуем большие силы и средства на поиски таких граждан. И, к сожалению, последний случай был в Малавицком районе, когда женщина престарелая пошла в лесной массив за сбором ягод и грибов и заблудилась. Были задействованы сотрудники милиции, военнослужащие. И по горячим следам, то есть быстро, короткое время, мы ее обнаружили в лесном массиве. Если вы собрались отдыхать или ехать за грибами или ягодами, сообщить об этом своим близким родственникам. Взять с собой средства связи, мобильный телефон. Если на автомобиле передвигаетесь, проверить техническое состояние автомобиля. Заправлен ли автомобиль топливом. Одежда должна быть яркой. Не забыть взять с собой спички и продукты питания на первое время. Но если вы заблудились и чувствуете, что вы сами уже не можете найти выход из ситуации, сообщить об этом или своим родственникам, или в экстренные службы по телефону 112, или по телефону 102. Хочется напомнить отдыхающим о необходимости вести себя осторожно. И, само собой, всегда убирать за собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, просыпайся, Брест! Доброе утро, Брещане! Доброе утро, просыпаемся! Доброе утро, Брест! Доброе утро, просыпайся, Брест! Доброе утро, Брест! Доброе утро, Брещане! Просыпаемся! Продолжение следует... Продолжение следует... Духов, которые являются абсолютным лидером по популярности в мире. По статистике, это самый продаваемый современный парфюмерный бренд. Ну, каждые полминуты на земле кто-то покупает флакон этих духов. Ну, как вы уже догадались, мы хотим узнать у вас, что это за духи. Поэтому звоните, пожалуйста, по телефону 21 55 65. Мне кажется, уже большинство телезрителей знают, просто надо теперь дозвониться. Это сложно, очень много желающих обычно дозвониться. Ну, такой подарок отличный, я думаю, что есть за что побороться. Пользовалась такими духами? Не буду говорить. Ай-яй-яй-яй. Сухая кожа намного лучше удерживает запахи, считают специалисты, чем влажная. Поэтому все-таки, вопреки всеобщему мнению, не стоит пользоваться парфюмом сразу же после душа. Делать это нужно после того, как кожа отдохнула, высохла, и только тогда используем духи. Также запах парфюма может измениться из-за воздействия лекарств или каких-то продуктов, пряностей, например. Ну, один из главных факторов – это нанесить все-таки, вот как уже говорили, на сухую кожу. Да. И один и тот же парфюм на двух разных людях, естественно, ощущается по-разному. Кстати, перенесенный насморк искажает запах, причем не только ваше восприятие. И поэтому, чтобы потом не разочароваться, не следует подбирать парфюм сразу же после болезни. Да, нужно какое-то время для восстановления организма. Тоже советуют ученые обязательно на таборте. Я так понимаю, женские, мужские запахи тоже отличаются друг от другом, и выбор это очень сложный. Хотя, наверное, традиционный все-таки подарок, правда? Есть у нас, да, традиционный подарок, но спорный вопрос. Есть у нас звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Мария. Очень рады мы вас слышать. Мария, откуда вы звоните нам? Из Бреста. Из Бреста. Ну, мы надеемся, вы наша постоянная телезрительница, именно поэтому вы сегодня с телефоном у экрана. Каждый день смотрю вас. Нас это очень радует. Итак, все-таки самый знаменитый парфюмерный бренд, самые знаменитые продаваемые духи мировые. Называем название. Шанель. Шанель, правильно. И какой же номер? Давайте будем догадываться. Догадываться. Ну, я не знаю. Номер один, наверное. Давайте догадываться. Виталик, подсказать. Да, правильно, конечно. Виталик, не мог не подсказать. Молодец. Действительно, Шанель номер пять. Мы вас поздравляем. Отличный подарок для вас или для кого-то из ваших близких. Воспользоваться им вы можете прямо сегодня. Я думаю, что это будет замечательный подъем настроения в начале рабочей недели. Оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. Вам расскажут, где забрать ваш подарок. А мы продолжаем делиться интересной информацией. Это все-таки Шанель номер пять. Пользовались? Нет. Вот, к сожалению, почему-то никак-то вот не получилось. Женский парфюм традиционно делят на запахи для брюнеток, запахи для блондинок и запахи для рыжих. Это объясняется тем, что кожа девушек с разным цветотипом волос имеет разные свойства. К примеру, кожа блондинок является самой сухой, поэтому лучше всего удерживает запахи. Ну, а запахи парфюмерии, связанные с близкими людьми, человек способен помнить на протяжении всей своей жизни. Один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов – это эссенция цветов ириса. Кто бы мог подумать. Килограмм сырья для ее получения стоит около 40 тысяч евро. Можете себе представить, какое дорогое сырье, да? Кстати, в современной парфюмерии, парфюмерной промышленности используется более 6 тысяч различных ингредиентов. Ну и, соответственно, стоимость парфюма прямо пропорционально количеству ингредиентов, применимых в его производстве. К примеру, в том самом легендарном аромате «Шанель номер 5» смешано 80 различных компонентов. Отсюда и высокая стоимость. Невероятно. Невероятно, 80 компонентов. Представляешь, какой все-таки должен быть нос у парфюмера, чтобы, наверное, обычный человек даже половины не чувствует того, что чувствуют эти люди. Вопрос интересный, жить им легко с этим или нет? Нет, ведь они не только чудные ароматы, но и в повседневной жизни. На любом расстоянии определяют эти ароматы. Наверняка. Что ж, продолжаем заряжать вас позитивом. Рубрика «Человечки. Непревзойденная детская логика» прямо сейчас. Я люблю носить, потому что мне она очень нравится. Я на ней могу кататься все время. Как у моей бабушки есть такая лошадка. Ее зовут Цивка. Мое любимое животное – это котик, потому что оно милое и приятное. Мне кажется, это заяц. Просто у меня мягкая игрушка – это заяц. Кошки. Потому что они очень такие хорошие там. Ласковые. Там две собачки, я с ними играю. Цыпленки. Потому что они маленькие. Лошадь. Потому что мы когда в деревне там живем, у нас есть лошадиная ферма. А так у нас никакого нет животного, потому что нашего кота отдали в деревню. Он теперь куда-то на горы сбежал. Ну, охотится, и там разные добычи. И никогда не возвращается. И у нас теперь, и моя животная теперь лошадь. Вот. И его зовут Зуз. Есть такое название. Я люблю котиков, потому что они хорошие. Восемнадцатый июль ознаменовано следующими событиями. В 64-м году в Риме вспыхнул пожар. Один из самых страшных в истории города. Пламенем была охвачена большая часть города. Множество великолепных храмов, дворцов и общественных сооружений превратилось в руины. Сотни горожан погибли. Пожар бушевал пять дней. 682 года назад, 18 июля 1334 года, начато строительство колокольни собора Санта-Мария дель Фьоро во Флоренции. Самое знаменитое архитектурное сооружение итальянского средневековья и возрождения. Строилось около шести веков под руководством шести архитекторов. Сегодня это четвертое по величине церковь в мире. В этот же день в 1870 году на заседании Вселенского собора в Базилике святого Петра был принят догмат о непогрешности Папы Римского. Согласно ему, вероучительная безошибочность Папы является даром Святого Духа, данным ему как преемнику апостола. 48 лет назад, 18 июля 1968 года, американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур зарегистрировали компанию под названием NM Electronics. Вскоре переименованную к Intel. Поначалу компания занималась выпуском статической оперативной памяти. А в 1971 году создали первый микропроцессор. Уже к началу 1980-х годов компания стала главным в мире производителем процессоров. 18 июля 1985 года появился первый Tetris. Это одна из популярнейших игр в истории, была создана российским программистом Алексеем Пожитновым. За 20 лет существования все виды Tetris разошлись по всему миру фантастическим тиражом. Его оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре. 18 июля 2009 года в знак признания вклада бывшего президента Африки в дело мира и свобод Генеральной Ассамблеи ООН учрежден и ежегодно отмечается Международный день Нельсона Манделлы. В рамках празднования этого дня представители фонда Манделлы призывают всех и каждого потратить 67 минут по одной минуте за каждый год общественной деятельности президента, чтобы сделать в этот день что-то доброе и важное. Выставка новицких икон пройдет в Пружанском палацике. Этой новостью мы хотим продолжить наш прямой эфир уже на этой неделе. В пятницу 22 июля в музее-усадьбе Пружанский палацик состоится вернисаж необычной выставки при повестии, притчи. Это итог международной серии мастер-классов иконописей, которые с 2009 года ежегодно проходят в Польше. Работы, которые будут представлены на нынешней выставке, появились во время двухнедельного пленера, в котором участвовали 40 художников из Польши, Беларуси, Украины, Литвы и Грузии. Художники разных традиций и школ отважились рассказать библейские темы с помощью художественных средств, близких именно им. Ну, отмечайте в календаре предстоящие мероприятия, возможно, вас удастся посетить это мероприятие, тем более, что организаторы утверждают, что вы точно не будете разочарованы. Мы же переходим к прогнозу синоптиков и напоминаем о том, что партнер прогноза погоды – компания Белтелеком. Смотреть телепередачи, использовать интернет и звонить по телефону заметно выгоднее с использованием пакета «Ясно». Пакет «Ясно» – это три услуги с безлимитными телефонными звонками внутри сети Белтелеком. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 130 и на сайте белтелеком.бай. Смотрим погода. Дополнительная информация Напоследок хочется сказать о том, что ваше наше общее настроение зависит только от нас. Нас психологи утверждают, которые изучают настроение человека, выяснили, что счастьем можно управлять и зависит ощущение только от нас самих. Более того, они доказали, что счастливые люди болеют меньше, живут дольше, а успеха в жизни добиваются чаще. А еще ученые утверждают, что для хорошего настроения нужно ежедневно обнимать минимум 8 человек. Но предлагаю сегодня же проверить это утверждение на практике. Хуже уж точно не будет. С вами была программа «Утренний эспрессо». В студии работали Виталий Иванов. Екатерина Нечапарук. Удачного вам рабочего дня и до встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин